Товарищи, у нас сегодня 20 ноября, а мороз задает вовсю. 34 сейчас. И при том школу почему-то нам не отменяют, а переносят на 12. Но я думаю, что не станет теплее. Скорее всего, мы не пойдем в школу. Прям рука дрожит. Вот сейчас уже звон держу, я уже замерзла. Вот они разводились, товарищи. Вот этот кот, он, наверное, весит больше, чем Белгия. Он очень толстый. Но он, к сожалению, не культурный. Ходит гадить под кровать, и он метит шторы. Из-за этого в более теплую погоду он в основном всегда был на улице. Только кушать захотел в дом. Но так как сегодня минус 34, в доме он лежит, кайфует лапу. Кверху. Сейчас, я думаю, их закинуть на ночь в подвал. Вот этот маленький, он более-менее не гадит, но он орет, как бешеный. Сейчас на ночь их закину в подвал, чтобы они на улице совсем уж не замерзли, а в подвале как бы нормально. И как бы и дом они будут гадить. в подвале там пусть мышей гоняют. на рыжка пойдешь сейчас. Блин. Ну вот. Наши роман. поменяли ему сегодня прическу. Да, я вижу. Подожди, не крутись. Я буду крутиться. Теперь у него прическа по-другому. Тут под шапкой он только разделся, сзади торчит. Но вообще сразу поменялся вид. Такой, как подброслел сразу, когда другая пришла. Да? Тебя вместе фоткать. Это наш дядя Артем вывозил Рому постричься. На пострижку. И, в общем, фрукты купил. Что? Уже подрались опять? Не лезь туда, а то вы там пелагейку ударите. Маме надо поработать. Сейчас помоем. Сейчас помоем. Игрючки. Вот тебе позаладиться, если не будет лучше. На! 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 Ты не стоишь вообще. На! На тебе! На территории машины. На! На! На топки. Это ленивый кот, он не сваливает с дороги. Тише, тише, не дрогай машину. Тише, не кричи, тут Пелагеев спит. На тебе. На тебе. Брал. За руки. Нет, нет. Иго-го, иго-го, иго-го. Ну, а ты мне сейчас поломаешь телефон. Мам, у тебя там? И теперь куда? Всем привет. Сижу такая вся красивая. С китайскими патчами с Алиэкспресс под глазами. Смотрим, берет он там круги под глазами или нет. Вот. Чай сейчас попью, потом вперед работать. Пока все спят, надо быстро все сделать намеченное. Ну, и вот такая легкая процедура красоты в это время происходит. Вот. Еще одна подушка готова. Не обращайте внимания, это все сшито из старых простыней. Мне тут главное было научиться вставлять молнию. Вот. Сейчас потренируемся на всяком старье. Потом Серега приедет. И я хорошенько его попрошу. И он, может быть, купит мне ткани и будем шить что-то более интересное. Пока отрабатываем навыки на старых простынях. Ой, ой, ой. Всем приветики. Вы по мне, наверное, соскучились. И я по вам соскучилась. Вот снимаю видео. Сегодня у нас 3 декабря. Приехал Серега вчера. И сейчас он поехал разбираться насчет кухни. Так как кухню нам так и не привезли. Когда я им звоню, они меня кормят обещаниями. А кухню так они, в общем-то, и не привозят. Вот. Ну, что еще? Покрасиваю вас вот в красный цвет. Красный цвет – это такой уже получился с четвертой пачки. При том, что я уже некоторые пряди обесвечила. Вообще не видно на моих волосах. Практически только оттенок. Вот там, где обесвечивала, там более-менее видно. Ну, собираюсь к весне. Возможно, буду совсем-совсем красной. Примерно вот. Сейчас покажу, как шапка вот такой. Вот такого оттенка хочу быть. Не знаю. Это после того, как мама заболела, приходят вот эти мысли о том, что жизнь коротка. И не стоит ее тратить там на всякие мелочи. Типа чужого мнения и так далее. Хочется вот покраситься в красный. Красьтесь в красный. Пока есть время и желание. Не хочется не красить. Хотите, постригитесь там. Хотите, не постригайтесь вообще. Короче. Хочется забить вообще на общественное мнение и плевать вообще на него и жить как хочется. Вот. Такая мысль, в общем-то, пришла. И насчет вот и похудения там, и насчет всего. Обычно я говорю, что я всю жизнь что-нибудь там себя ограничиваю. Что я там сладкое не ем или я там мучное не ем. Раз там похудела, для меня там... Пусть пять, пусть десять. А то... Тише, Радуся. Я не могу, у меня пилогея в руке. Тише. Ну, короче, я всю жизнь во всем себя ограничиваю. Или в сладком там, или в хлебном. Вот. И просто это уже надоедает. Потому что... Суже себя вот так вот держать в рамках. Просто держишь в рамках из-за того, что потом на тебя ничего не налазит. То, что хотелось бы там. У нас же тут все китайских размеров. А китайцы, они, как известно, небольшие. И, в общем, ходишь ты по базару и уже там даже с сорок восьмым размером уже чувствуешь себя тетя лошадь. Потому что там тебе жмет, тут тебе трет, не налазит. Там что-то мешает. Вот. А когда уже у тебя пятьдесят второй, то ты уже капец лошадь. А когда уже, как меня, сейчас пятьдесят восьмой, то это вообще уже кошмар. Вот. И вот сидеть вот это и думать, что вот тут я вот сейчас потолстела, и вот мне надо похудеть, чтобы там что-то на себя натянуть. Нет. У меня уже просто надоедает. Просто хочется быть такой, как есть там. И не думать, и не смотреть там на чье мнение. И на вещи там, и на моду, и там влезу я не влезу. И считать, что там если худые, то они все красивые. А полные там они некрасивые. Бывают и худые некрасивые, бывают и полные красивые. И наоборот. Вот это все дело вкуса. А Серега у меня и полные любит, и худые любит, и всякую. Какая штука не была, пока я сниму. Я и худела, и толстела, и стриглась, и не стриглась. И, короче, я люблю тебя такую, и косую, и хромую, и какой у тебя там вес. И зубами люблю и без. Есть же песня. Вот. Как раз в тему. Такой папа купил платье, елочки. Надо теперь только колготки. Блин, у нас и колготки, и туфли, я не знаю. В общем, если получится, то, может быть, деда сводит на елку в Раду. В костюме елочки. Тебе нравится платье, Радуся? Нет. Это памперсы Пелагене. Покажи свой подарок. А, это папа на день рождения Ради купил этот, ну, такой рюкзак. А это папа купил маме такие материалы, мама будет себе шить с варафаном. Ну, потому что снег, а маме тяжело одной рукой держать Пелагею. Мама, я не могу поехать. Сейчас ты папу отморозишь вот этот велосипед холодный. Так, всё, Пелагейчик заснула. Рада там падает. Жюрика папа отпустила немножко побегать. Вот, Сашинник. Их разная. Бел, Бел. Аминь. Их разная. Бел, Бел. Тут еще кот хрюкает, может вы его слышите, как он хрюкает. Да, кот еще, говорю, где-то за спиной у меня хрюкает. И когда мне с тобой кататься, позвони. Папа сегодня у нас готовит салат, селедку под шубой. Рада спрашивать, что у нас, праздник какой-то? Я говорю, папа приехал. Как всегда у нас, начинаешь снимать, там у нас тряпки на машине. Надо купить себе, блин, корзину для белья. Не знаю, все хотелось, чтобы кухня была, чтобы это все закрылось. Но, блин, не знаю, будет она у нас или нет. Как всегда, мы такие не это, как сказать, невезучие. Попались нам какие-то недобросовестные мебельщики. Мошенники, не мошенники, непонятно. Ну и все, я выключаю, Пелагей не хочет сидеть. Наша мама готовится к Новому году. Сейчас мама там с теми самим лучшими местами. Побелка, потом занесем елку, нарядим. А папа, как всегда, отдыхает. Вот у вас. Ну хоть морду поверни свою. Я думала, ты уже не снимаешь. Рада. 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 Давай, руки убирай, я поставлю. Чуток. Раскатали тоже. Ну, ладно. Большой кусочек такой? Ну, ладно, я сейчас тебе дам большой кусочек. Ты что-то мясо кусок оставил, я его спрятала. На нем могу сварить и суп. Ну, ладно. Ну и макароны, дети пришли, я Роме нагрела макароны. Эту три раза спустила. Ты будешь макароны? Нет. Как Рома стала есть, она тоже хочу макароны насыпала. Вон стоят рядом с компьютером. На сосиски будем или на колбасе? На колбасе. Маганский говорит на колбасе. На колбасе будем делать? Ну, давай будем делать на колбасе. Так, колбасу как будем? Соломкой класть? Соломкой. Или полудольками? Соломкой. Соломкой. Ну, я сейчас прямой нам расчельчу. Как она сама будет идти. Куски пиццы. Чтобы везде одинаковая колбаса была. Все, Пелагея не выдержит. Опять я не доснимаю, что у вас в итоге получилось. Я сфоткал тебя могу, правильно? Вот папа и Рада приготовили пиццу с грибами. Я вот тут сижу и ел. И суп с галошками уже сварили. Рада говорит, там твой папа пиццу приготовил, иди ешь. Вот так стоим ему приклеил Uhl engaging Солдуту